Кроме того, напомню американским стратегам, что воздушное прикрытие российских военных баз МИМИ и Тартусе осуществляется зенитно-ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов. Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов противовоздушной обороны вряд ли будет время на выяснение по прямой линии точной программы полета ракет и принадлежности их носителей. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с расчаровывающей реальностью. Добрый день, уважаемые коллеги! В ряде авторитетных западных средствах массовой информации опубликованы утечки о дискуссиях в администрации Белого дома, возможности нанесения ракетных и воздушных ударов по позициям сирийских войск. История показывает, что нередко подобные бросы оказываются прологом реальных действий. Особое беспокойство вызывает информация, что инициаторами данных провокаций являются представители Центрального разведывательного управления и Пентагона, которые еще в сентябре докладывали своему президенту о якобы управляемости боевиков оппозиции, а сегодня лоббируют кинетические сценарии в Сирии. Рекомендовал бы коллегам в Вашингтоне тщательно рассчитать возможные последствия реализации подобных планов. Сегодня на вооружении сирийской армии имеются достаточно эффективные зенитно-ракетные комплексы, такие как С-200, ВУК и другие системы противовоздушной обороны, техническое состояние которых за прошедший год было восстановлено. Кроме того, напомню американским стратегам, что воздушное прикрытие российских военных баз МИМИ и Тартусе осуществляется зенитно-ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов. Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов противовоздушной обороны вряд ли будет время на выяснение по прямой линии точной программы полета ракет и принадлежности их носителям. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с расчаровывающей реальностью. И, наконец, самое важное, сегодня большинство офицеров Российского Центра примирения враждующих сторон работает на земле, заставляют гуманитарную помощь и ведут переговоры с главами населенных пунктов и вооруженных отрядов большинстве сирийских провинций. Благодаря их деятельности 732 населенных пункта и сотни тысяч сирийцев вернулись к мирной жизни. Поэтому любые ракетные или воздушные удары по территории, контролируемой сирийским правительством, создадут явную угрозу российским военнослужащим. И в завершении, обращая внимание о горячих дологах, что после нанесения 17 сентября самолетами коалиции удара по сирийским войскам в Даризоре, мы приняли все необходимые меры для исключения любых подобных ошибок в отношении...